Девушки отдыхают С вами Велина Парховенко. Начинаем! Ростов – город-миллионник, по праву считается одним из самых красивых и современных в России. Тачанка-Ростовчанка – символ Ростова-на-Дону. Установлен памятник у широкой магистрали на выезде из города на небольшом холме. В 1977 году над Тачанкой работали известные скульпторы – Анатолий Скнарин, Владимир Батяй и Александр Косолапов. Проект разрабатывался архитектором Петром Ибалаковым. Место для нее выбрано не просто так. В 1920 году здесь проходили ожесточенные бои конной армии генерала Буденова с добровольческой армией Деникина. По знаменательному бою победила легендарная конная армия. В настоящее время с любой стороны реки Дон можно увидеть четверку лошадей, тачанку и пулеметный расчет. Свое название скульптура Тачанки-Ростовчанки получила как раз именно благодаря событиям 1920 года. Интересный факт. На Украине есть своя – Тачанка-Тавричанка, но установлена она на 10 лет раньше, к 50-летию Октябрьской революции. Памятник стачки. Мемориальный комплекс в железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Установлен на месте многолюдных митингов во время ноябрьской стачки 1902 года. В состав мемориального комплекса входит горелье в 1967 года и скульптурная композиция «Преемственность поколений», открытая в 1975 году. Молодой рабочий держит над собой знамя революции, которое он подхватил у старого раненого рабочего. Памятник символизирует непобедимость рабочего класса. У подножия – смотровая площадка. Ботанический сад Южного федерального университета. Инициаторами его создания в 1927 году стали профессоры Ростовского государственного университета. В оранжереях сада и в открытом грунте произрастают свыше 5000 видов деревьев, кустарников и травянистых растений. В том числе в оранжереи тропических и субтропических растений в коллекции флоры Африки, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки, Австралии собрано почти 1600 видов растений. Ростовский зоопарк – один из крупнейших не только в России, но и в Европе. Занимает территорию в 90 гектаров, а коллекция насчитывает свыше 5000 особей. Это около 400 видов животных, включая редкие виды. Особый интерес гостей неизменно вызывают солоны, розовые фламинго, японские журавли, орланы-белохвосты, тигры и другие животные. В секции аквариума представлены самые разнообразные обитатели подводного мира – от Рыбдонского края до редких пресноводных скатов и крабов из Южной Америки. Наш зоопарк организован на базе школьного уголка школы номер 3. С тех пор, конечно, очень многое изменилось, потому что в школьном уголке, соответственно, были животные Донского края. А сейчас у нас коллекция, которая состоит из 425 видов. Среди них есть совершенно уникальные животные, которые в нашей стране не содержатся ни в одном другом зоопарке. Ну, хотя бы на вскидку, это жираф Широтшильда. Перемещаемся в центр – старейшее здание со своей историей. А уж сколько эмоций и впечатлений повидали эти стены. Пора погрузиться в детство. Мы идем в цирк. Сильнейшая цирковая школа. Здесь воспитывают молодые артистические кадры и выпускают новые номера. Изготавливают необходимый реквизит, шьют сценические костюмы и пишут музыку. На манеже не раз блистали цирковые программы. Дуровых, Запашных, Кио, Филатовых, Волжанских, Корниловых, Буслаевых, Олега Попового, Тамерлана Нукзарова, Юрия Мерденова, Вячеслава Черниевского и многих других мастеров государственного цирка. Здесь немного необычный цирк. В плане он строился, видимо, не как цирк, а больше как для оперы что-то. Не знаю. Тут немножко строение, само архитектурное строение, оно другое. И поэтому здесь как-то, не знаю, заточнее, какое-то мистическое такое есть. Градус какой-то. Ну, нас достаточно хорошо принимает, в общем, публика в Ростове. Такая оживленная, хорошая. Величественный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Одно из архитектурных украшений Ростова-на-Дону. Храм в плане имеет форму креста. Ростовчане говорят, что это уменьшая копия Московского храма Христа Спасителя. Главная улица Ростова-на-Дону – Большая Садовая. Начала застраиваться в 1781 году. Тогда на генеральном плане, датированном в 1811 годом, цепочку зданий ее обозначили улицы из Огородней. История гласит, что вплоть до середины 19-го столетия это место использовалось для свалки мусора и вывоз до нечистот. Благоустройством Садовой занялись лишь в 1864 году. Тогда на улице установили уличные керосиновые фонари, провели водопровод, а в 1901 году пустили первый в Ростове электрический трамвай. В прошлом в Ростове-на-Дону существовало две улицы Садовые – Большая и Малая. По расположению они были параллельны друг другу. Однако после переименования Большой Садовой в улицу Фридриха Энгельса в советский период, а Малой в улицу Александра Суворова, историческое название вернули лишь центральные улицы города в 1990-е годы. Парк Горького основан в балке между Большой Садовой и Кузнецкой, сегодня Пушкинской. Этот участок земли в 1813 году завещал Ростов-на-Дону купец Ященко. До революции 1917 года эта территория именовалась Городским садом. Сегодня это традиционное место проведения праздничных мероприятий, концертов и народных гуляний. Главный вход в парк с улицы Большой Садовой. С недавних пор здесь находится указатель, обозначающий стороны света. Слева от входа – памятник Ленину. Справа в тени деревьев – железная девушка, продающая фиалки. Как всегда, перед новогодними праздниками здесь установлена большая праздничная елка и, конечно же, колоритная ярмарка. Ростовский областной музей краеведения – один из крупнейших на юге России. Его коллекции насчитывают более 365 тысяч экспонатов. Ежегодно более 200 тысяч посетителей знакомятся с экспозицией музеев археологии, народов Дона, южного провинциального города привозными выставками. Здесь проводятся заседания различных клубов, мероприятия и лекции по широкой тематике. Наша коллекция сокровища Донских степей поистине уникальна, прежде всего тем, что здесь собраны золотые и серебряные предметы, возраст которой насчитывает 2500 лет. История нашей золотой комнаты берет начало в 1959 году, когда был раскопан курган возле станицы Елизаветовской. Шесть университетов, 18 институтов, консерватория, духовная семинария и 15 филиалов учебных заведений других городов. Самые крупные из них – Донской государственный технический университет, готовит специалистов 21 века, разносторонне образованных, обладающих широким кругозором, высоким чувством ответственности и патриотизма, готовых вступить в активную самостоятельную жизнь специалистов. Южно-федеральный университет – научный и образовательный центр Юга России, ведет фундаментальные и прикладные научные исследования по приоритетным направлениям. Медицинский университет – научная деятельность организуется и координируется в рамках научно-исследовательской части и реализуется на кафедрах и курсах. Эффективно функционирует Центральная научно-исследовательская лаборатория. Донская государственная публичная библиотека – современный информационный, общественный и культурный центр области, ресурсный центр в системе поддержки муниципальных библиотек и Центр непрерывного образования библиотечных специалистов. Здание библиотеки на улице Пушкинской построено по проекту архитектора Яна Семеновича Заниса. Открыто 25 мая 1994 года. До этого библиотека размещалась в особняке Великановой на улице Серафимовича. Еще одно необычное здание – Ростовский музыкальный театр – расположился в огромном открытом рояле с открытой крышкой. Театр одновременно опытен и юн, хранит старинные музыкальные традиции и смело экспериментирует в области современного искусства. Ежегодно показывает около 300 спектаклей и концертов на большой и камерной сценах, а также в музыкально-развлекательном центре «Белый рояль». Здание театра является одним из самых технически оснащенных и современных не только на юге России, но и во всей стране. Наш театр стал и градообразующим центром, как здание интересное, находящееся на главной улице города – Большой Садовой. И как учреждение культуры, если говорить формально, но по большому счету это действительно настоящий храм искусства, где работают в трех жанрах замечательные артисты, уже удостойные многих национальных и других премий. Сейчас уже считается, что Ростов-на-Дону славен и своим музыкальным театром. Нам это очень приятно. Мы находимся на театральной площади, самой главной в Ростове. Чуть ближе к Дону расположился мемориальный комплекс «Стелла». Он возведен в честь освобождения города от фашистских захватчиков 14 февраля 1943 года. Памятник установлен здесь, ко дню 40-летия Великой Победы, как напоминание жителям города и его гостям о трагедии военных лет. На 72-метровую высоту взметнулась «Стелла», увенчанная 100-тонным навершием в виде носа корабля. Со стороны Донна «Стелла» украшает скульптура крылатой богини Ники, со стороны театральной площади – макет Ордена Отечественной войны первой степени. Внизу «Стеллу» опоясывает рельеф из туфа. Здесь представлены темы «Фронт, пыл, мир». Ростовский академический театр драмы имени Максима Горького – один из крупнейших театров Ростова-на-Дону. Его здание, определяющее облик театральной площади, известно в архитектурном мире как поздний памятник конструктивизма. Датой основания академического театра драмы имени Максима Горького как принято считать 23 июня 1863 года, когда была создана первая стационарная группа театра. Строительство здания театра было задумано в 1929 году. Местом был выбран пустырь между недавно объединенными в один город – Ростовом и Нахичеване-на-Дону. В 1930 году был объявлен всесоюзный открытый конкурс, на который представили 25 проектов, 6 из которых получили премии. В итоге в основу архитектурных форм здания был положен проект, не участвующий в общем конкурсе. Здание Ростовский театр Горького построено в форме гусеничного трактора, скорее всего, первого советского трактора «Коммунар». Театр, который сегодня называется Государственный академический театр драмы имени Горького, является первым театром, который был создан в нашем городе, первым стационарным театром. Создан он был через 110 лет после создания самого Ростова. Мы на Ростовской набережной. В этом году любимое место ростовчан и гостей нашего города существенно преобразилось. Здесь установлено несколько знаковых для юга страны скульптур. Это нахоленок с дедом Щукарем, приветливая ростовчанка, а совсем недавно на правом берегу появились новые персонажи, художник, механический гармонист, Григорий и Аксиньев лодки и механическое сердце, сердце Ростова. Памятник федерального значения Парамоновские склады Расположен на берегу Дона. За время своего существования склады принадлежали разным владельцам и фирмам, но городская мова до сих пор приписывает их одному хозяину, знаменитому зернопромышленнику Элпидифору Парамонову. Сегодня все корпуса парамоновских складов представляют собой руины, украшенные озерами и водопадами родниковой воды, продолжающие бить ключами с береговых склонов Дона. Благодаря постоянной температуре родников здесь сложился свой микроклимат. Практически весь год растет зеленая трава. На сегодняшний день это живописные руины, и вот тут нужно сделать такое решение, чтобы сохранить эти живописные руины, чтобы они радовали глаз, чтобы там можно было это как-то использовать. Такие проекты есть, но они... Не видно, чтобы их реализовали. Вот и закончилось наше большое путешествие. Девять насыщенных программ рассказали о самых ярких, на наш взгляд, городах и районах Ростовской области. А столько интересного осталось за кадром. Команда проекта «Свой маршрут» не намерена останавливаться на достигнутом. Встретимся в следующем сезоне. Субтитры создавал DimaTorzok